В период сильных дождей уровень воды в реке Сатис значительно превысил норму. В воде оказалась и лодочная станция, которая претерпела два потопа. В один из выходных подтопила пирсы. Вода хлынула даже в будку для вейкбординга. В субботу, 15 июля, когда пирсы затопило ещё больше, сотрудники станции позвонили в 112. Только после этого уровень воды пришёл в норму. По мнению Петра Цоя, проблема заключается в том, что подрядная организация не отремонтировала заслонку на гидротехническом сооружении. Наше мнение, что организация, которая выполняет подряд на регулировании уровня воды, она делает это недостаточно добросовестно. Город недостаточно внимания уделяет этому вопросу. И вот эти вещи, которые произошли, подтопления, мы сейчас не считаем материальный ущерб, это всё вторично. Первично это наконец-то поднять этот вопрос до какого-то должного уровня внимания со стороны общественности и со стороны городской администрации. Нижний предельный уровень в реке Сатис – 2,8 метра. В период сильных дождей за одни сутки уровень поднялся до отметки 3,4 метра. Специалисты городского лесничества ИГО и ЧАЭС объяснили, что такое половодие произошло впервые за 25 лет. В этой ситуации департамент городского хозяйства старался обеспечить такие уровни воды, чтобы не затопить СНТ Гагарина. Нам нужно было контролировать, чтобы не подтопить садоводческое товариство Гагарина. То есть в нижнем уровне мы должны плотину поддерживать не выше полтора метра. На сегодня уровень воды в реке Сатис поддерживается на уровне 3 метра, несмотря на то, что нижний предельный уровень – 2,8. Ну и полтора мы держим в нижнем биефе. На прошлой неделе подрядная организация провела ремонт аварийных шендоров, чтобы основной шендор не пропускал течь. Специалисты поменяли изгнившую древесину на старых затворах и установили новые конструкции. Дальнейшие работы предусматривают собой. Значит, мы должны опять вынуть аварийные шендоры, нам будут необходимы спасатели. После этого мы их поменяем местами, поставим обратно и будем производить ремонт уже основного затвора. Все работы закончат в течение месяца. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.